прервалась приват прервалась связь продолжаем значит мы дошли до того что человек оставил своего сына а сын пока его взял сидел тору и учил даже когда отец вернулся уже прошло какое-то время он все еще и изучал и получается что отец подрывается как всевышний был очень рад и сказал посмотри что сделал мой сын которого я оставил он сидел изучал тора поэтому это нас учит что даже одинокий человек изучающий тору получает награду есть такая вещь мы должны использовать каждую возможность воплотить это в свою жизнь то есть я помню что рббл вайн рассказывал такую интересную притчу что приехал раввин в комьюнити и визитин и местный раввин спросил у местного о чем надо рассказать людям ну расскажите им про цадаку говорят что вот они все хорошо делают но вот мало дают пожертвования и раввин этот приезжий встал подготовился и сказал очень пламенную речь красивую все евреи прониклись и видно было что вот они там чуть ли не плакали и видно было что они такие взяли на сердце они будут что-то делать но один из людей сидел в зале говорит видно было что на него это совершенно никак не подействовало после этого после этой драш и подошел раввин к этому человеку и говорит вам что-то не понравилось я что-то не так сказал будет нет раввин вы сделали совершенно великолепную речь я был это это очень важно было почему же вы вот team to be affected тем что я говорил ведь я я не местная приезжий то есть вы же говорили для местных меня это не касается то есть надо постараться не быть такими вот как сказать визитор с такими людьми которые смотрят на это со стороны как будто нас это не касается есть еще одна знаменитая история про я забыл кто это написал описывается про одного раввина который приехал в израиль и и израильский таксист когда вез его в машине он сказал ему а я вижу что ты религиозный у меня есть один друг из армии религиозный беда очень интересно как это произошло говорит мы отслужили в армии и потом поехали куда-то в индию или в африку не помню точно и расположились разбили палатку где ночи нас разбудил крик одного из наших товарищей мы увидели когда мы включили свет то него напал какой-то огромный страшный удав и он и уже окрутил его кольцами и сколько мы не пытались освободить его мы поняли что ничего не сможем сделать и тогда один из нас из нас посоветовал ему говорить наверное уже спасти мы тебя не сможем скажешь мак лишь мая сроил то есть эта традиция евреев говорит мая сроил перед смертью он сказал что мая строил и как только он это сделал удав сразу расслабился отпустил его и уполз и сказал ему таксист этот что мой друг на которого напал удав сделал чего в тот же момент и с тех пор он религиозный а ты спросили у него ну а что я на меня же удав не напал ну что вы думаете какие-нибудь мнения по этому поводу так продолжаем тогда ну может как говорится в каждой шутке есть доля правды да да ну это не шутка это настоящая история слава серьезно это живая история да обе эти истории это не шутки это это так было на самом деле неужели самом деле да то есть эти люди это знаменитая история да у нас есть книжка которая человек который собирает реальные истории это не перебыл это настоящая живая история именно так и было то есть группа там их было четыре или пять человек и только тот на которого напал удав который уже прощался с жизни жизнью который сказал шмай строил только этот человек стал религиозный на других это не повлияло вы можете это представить в каком-то смысле да неужели нам нужно ждать чтобы на каждого из нас напал удав прежде чем нам решиться что вот нам стоит что-то изменить в жизни ну знаете все время детям родители говорят когда у вас будут свои дети лишь тогда вы поймете а эти дети все равно не мы не смогут воспринять эту фразу пока именно у них нету своих детей так что так что в каком-то смысле я в это таки верю что именно надо пройти через через этот ад чтобы чтобы лишь понять захотеть попасть в рай что чтобы захотеть попасть в рай от человека есть люди понять а чисто а как не тивлы а есть люди которые понять только бехевералы в отличие от одного человека другого пример вот не только в религии но остальное вот кстати что сейчас началось мини-сот вокруг стояли смотрели и делали видео вместо того чтобы остановить остановить да ну вот и все это зависит от людей а это зависит от культуры и это как говорится культуры места зависит я хочу сказать я слышу я хочу сказать такую вещь что все что происходит с нами в этой жизни имеет смысл тот факт что мы увидели вот именно эту историю тот факт что мы увидели что-то чудное возвышенное то что нас inspire ведь ужасное что нас потрясло это this is how hashem is talking to us знаете как в фильме есть чудная фраза там говорит hashem is talking to us but we have to be listening to us через то что с нами происходит мы не можем думать про том что другой человек сделал и не сделал этот громит этот смотрит кино это про него we can only look into ourselves то есть у нас есть вот история про якова и ишава где говорится что яков сидел шатрах а исав был человеком поля пришло время его хоронить он был удостоен быть похоронен в пещере маратом его почему он там был удостоен потому что он пьюрифай из баре через учение торы через воплощение торы в каждый день своей жизни и сав говорится тоже захотел быть там похоронен и произошел спор и когда хуша бендан ударила исава по спине так что не отвалилась голова эта голова заговорится закатилась марат его пила хевроне вот эта самая могила наших праотцов которые существуют до сих пор а например что там же где-то похоронена голова исава почему только голова потому что он знал тору говорится что он был мудрецом торы но ничего дальше головы этой у него не проникла получается что недостаточно знать тору на интеллектуальном уровне нужно воплотить чтобы она стала частью нашего тела если нам говорят одевать тфилы мы на руку и на голову одеваем тфилы мы помогаем себе чтобы вот это вот восприятие тора это жизнь по торы стала частью нашего тела когда мы говорим браху нашим языком когда мы едим кошерную пищу мы скажем так вы имейкин шоу что это святость является частью каждого нашего в кома дэхо выкол на шаха частью нашего существа вот это вот великолепные моменты которые можем сделать в этом мире один из мудрецов еврейских перед смертью говорится что он плакал и когда пришли у него ученики говорят почему-то оплачете погулся писаем и он сказал что посмотрите в этом мире за пять копеек можно получить огромную митву за пять копеек а может можно купить цицис вот то что мы одеваем на свою тело мы можем выполнить митву цицис имеющую одна митва может стать огромным достоянием у стать тем маленьким как сказать маленьким гирькой на наших весах который может нас вывести валам габо и побочу попасть помочь нам попасть в рай 1 поэтому все что мы услышали все что мы увидели всех людей которые мы встретили для нас это оппортюнити сделать вот этот выбор и принести еще немножко святости в нашу повседневную жизнь тем не менее я согласен лена позиции говорится суди всякого человека будет приятную сторону случай вот сейчас вот за еще потом еще перейдем немножко при нем после случаях с одной девушкой которая была взята в плен два благочестивых человека пошли чтобы ее выкупить то есть имеется ввиду на это времена когда евреев захватывали время римской римского владычества и как право если они захватывали девушек или даже good looking молодых людей они их продавали в притоны и что один из них зашел для этого притон блудниц и когда он вышел он спросил у своего товарища о чем ты меня подозревал что ты подумал он сказал я думал что зашел узнать может быть эта девушка там находится в этом притоне и ты хочешь ее выкупить игры да так она есть то еще и говорится что если у нас будет возможность я говорю про себя мечтать достичь такого уровня но говорится что не только сами люди соблюдающие торы но даже их животные приобретают святость то есть вот как мы учили сегодня с рыбойонатом гормезия что есть два разных как сказать два разных пути один из них это путь улучшения самого человека это путь скажем так литовский другой путь это хасидский путь и улучшение мир возможно когда люди смотрят на других людей говорят о посмотрите что они делают как они разрушают этот мир думая что даже ли человек сам что-то делает он фокусируется на том чтобы улучшить мир вокруг него наши мудрецы в нашей комиссии учат на что сначала надо улучшить себя если мы улучшим себя то через это мы сможем изменить мир вокруг нас может случается потому что вот этот второй путь который улучшаешь мир а улучшение мира заключается в том что ты просто с друг другим людям по-человечески относишься эта часть никто не никто никто нигде не написано что к людям надо относиться не в не является частью торты что надо ненавидеть людей наоборот здесь все время читаю если я об этом говорю говорю что вот когда дети растут и люди растут вот им сказано специфически что надо цицы сносить они это делают а вот то что им нигде не сказано что надо людей как говорится к людям плохо относиться, этого мало. Им надо втемяшить еще сильнее, чем то, что надо носить кору, носить циц, что надо к людям относиться хорошо. Иначе у них это не записывается. Я сто процентов с вами согласен. Поэтому надо узнать не в цицах, может быть, а в комбинации. Но здесь трик такой, что дети, когда растут, и вообще это зависит, вот опять же, я возвращаюсь, я буду терминологией, самый простой, может быть, это psychology. Это есть либо cognitive, либо behavior. Так вот, когда дети растут первые пять лет, что они увидели, вот у них это запишется в мозгах навсегда, и это никогда, вы ничем оттуда не выжите. Сто процентов. Это называется der heres, то есть, как ведут себя путь земли, как ведут себя родители, как они относятся. Так вот, когда им внушают, что главное изучать и главное носить, и то, то они продумываются, забывают. Им не объясняют, что ты когда в пять лет встал, первое, что должен с утра пойти и выйти, посмотреть, как твои соседи, у них все есть или нет. И поинтересоваться всеми людьми. Вот с этого надо начинать. И тогда они это будут всю жизнь делать. А если им будут говорить, что надо начинать с себя, они всю жизнь только о себе будут думать, в первую очередь. А все остальное будет, если, ну, время останется. Ну, я могу сказать только то, что вот я вижу происходит вокруг меня. Я вижу, как люди, которые в нашем комьюнити, мало того, что они заботятся о себе, они пишут и звонят и спрашивают, не нужны ли тебе деньги, не нужны ли тебе, так сказать, еда, если кому-то нужно. Вот моментально вот там создается группа людей, привозят людям еду, помогают им. Вот не только комьюнити это должно быть. Это должно быть для всех людей, которых люди знают. Понимаете, комьюнити – это понятие растяжимое. Понимаете, и определять комьюнити по тому, какой длинный юбка, так вот это называется, не понимать, в чем стоит дело. Так, Лена, я вас слышу, но я с вами не согласен, потому что может быть мы говорим об одном и том же, но просто мы по-разному это видим. Да, я просто хочу сказать, комьюнити – это не только те, которые живут за углом, и комьюнити – тех, которые выглядят так же и носят юбку той же длины. Я очень серьезно об этом говорю сейчас, потому что, когда людей судят и группируют по внешним признакам и по их форме одежды и все остальное, то это уже называется расизм. Я могу сказать такую вещь, да. Я боюсь… Очень плохим результатом. Ступать, Лена, подождите. Подождите, Лена. Я боюсь вступать в прение, но у людей, скажем так, мы не можем, мы не говорим про великих цадиков, мы не говорим про каких-то ангелов и… каждодневную жизнь… Не, так послушайте, 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 что я вам скажу. Да. У людей и в этот стандарт входят определенные принципы поведения человека. Из этого следует, что для того, чтобы определить, можно этого человеку доверять или нет, можно с этим человеком иметь дело или нет. Часть этого является то, следует ли он тем, скажем так, стандартам, тем инструкциям, которые приняло это комьюнити. Вот я, допустим, приехал в Тексас сейчас, да, и вот люди молятся на улице, и на улице они молятся, они стоят больше, чем 10 фит апарт. И тем не менее, тем не менее, они, каждый из них еще одел маску. Мне кажется, немножко странно. Нет, абсолютно нормально. подождите, подождите, сейчас моя очередь. Значит, получается, что, как я понимаю, я вижу, что как только они выходят за ворота в синагоги, они тут же снимают маски, они даже не 10 фут, они уже идут там я не слышу, они сделали такое, как сказать, положение для себя. Они написали вот такой у нас стандарт, это то, что мы делаем. И они, если, когда я периодически отхожу куда-то подальше и снимаю маску, я вижу, что им это не нравится. Если я буду так себя вести, я нарушаю стандарт, который они сделали. У меня был давным-давно, не знаю, 20 тому назад меня взяли там на работу куда-то, а потом попросили, чтобы я посоветовал кого-то, моему другу, там Рид его зовут, и он занимался бизнесом по вендинг-бизнесу, то есть он наполнял эти автоматы, и он должен был собирать деньги из этих автоматов. И он попросил меня, кого-то ему посоветовать. Не прерывайтесь, очень плохо слышно. Тут плохая связь, да. Он у меня спросил, он религиозный? Он не спросил у меня, он еврей или он не еврей, он знал, что он не еврей. Он религиозный или нет? Я бы сказал нет. И получается, я, когда понял, что он меня спрашивает, имеется в виду, что человек религиозный, у него будет что-то, что его остановит. У него будет какая-то боязнь, что если сейчас он украдет, если сейчас он пойдет и будет громить этот бригадир, играть все телевизоры, то его ничто не остановит, не религиозного. Религиозный человек подумает, даже если я сейчас уйду с этим телевизором, с меня потом все-таки спросит, за то, что я разбил это, что я кого-то ударил, оскорбил. Так, я об этом. Я о том, что если мы не соблюдаем стандарты, которые существуют в определенном обществе, то общество не может нас принять и сделать над частью этого общества. Для того, чтобы мы были полноправными членами. Послушайте меня. Полноправными членами общества. Нам надо комплайс с тем, что общество, вот это комьюнити, у нас спрашивает. Миша, я все понимаю, но общество начинает с того, в современном мире, что оно не понимает, что мир сейчас немножко другой. И вот если вы посмотрите на тех людей, которые более хасидик, а не литваки, они меньше обращают внимания на дресс-код, а больше обращают внимание на то, как люди друг другу помогают. И поэтому их общество и количество людей растет, а литваков становится все больше и меньше, потому что всем уже вот где эта юбка вместо человеческого отношения. Понимаете? Ну, я слышу, Лена, все хорошо, у нас идет запись, нам надо что-то хорошее сказать положительное. Вынужден, мы ждем. Да, вот сейчас хороший пример, в общем, за три месяца и с этим коронавирусом, и с тем, и с пятым-десятым, который показал, надо меньше обращать на суперфишиал детали, а больше на людей обращать. А то вас всех посадят по углам. Ну, что вы и так не обращаете друг на друга внимание, а только книгу читаете. Можете читать ее дома. Вам же люди не нужны, и помогать им не надо, и вообще синагога... Лена, я извиняюсь, но вы говорите абсолютную глупость. Каждое слово, которое вы сейчас сказали, противоречит объективной реальности, независимой от нашего сознания. Если вас не включили, вы сами себя не включили. Вы себя исключили из комьюнити. Понимаете? Вы себя своим исключили. Я пыталась, что комьюнити... Каким образом вы себя облить? А потом посмотрим, как я реагирую. Вот поэтому я отошла подальше, чтобы меня больше грязи не обливали. Лена, вы мне рассказываете про свой частный случай, который с вами произошел. Как вас, извиняюсь, именно не в Литовском, а в другом комьюнити. Можно, пожалуйста, перестать спорить и вернуться обратно к теме. Все. Хорошо. Я вынужден вас прервать и вернуться к Мишне. Давай, Данил. Мишна говорит... Да, это на самом деле очень трудно. Это относится к тому, что вы говорите. Но это не всякая заповедь. Вот есть, например, заповедь носить цицит, да? Это стандарт. Но есть еще такой стандарт, оценивая любого человека в сторону или в чашу заслуг. Такой буквальный перевод этой Мишны. То есть оценивая любого человека в сторону заслуг. Не просто ищи ему оправдание, а оценивая ему в сторону заслуг. Вот именно. И все это надо узнать. Сначала человека надо узнать хорошо. И не потому, как он носит цицис и как он соблюдает субботу, а все остальные дни в этом же комьюнити, главное, субботу соблюдать. Очень много людей очень многое не соблюдает. И я не буду сейчас имена называть в литовском комьюнити прямо здесь. Можно добавить пару копеек? Да, правильно. Надо смотреть на человека, а не на, как говорится, надо смотреть на circumstances. Можно добавить пару копеек? Я, может быть, среди вашего спора попытаюсь найти какой-либо центр. Можно попытаться? Попробуйте. Лена, я с вами полностью согласен, что действительно оценить человека по характеру больше, чем по одежде, или по цвету кожи, или по такой-либо другой причине. Вы абсолютно в этом деле правы. Миша, я с вами тоже немножко согласен. Сейчас скажу, почему. Потому что, допустим, маленький ребенок, ребенку всегда учит, мой руки перед тем, как садиться кушать. И это его учат каждый раз перед каким-либо блюдом. Мой руки перед тем, как садиться кушать. Мой руки, мой руки, мой руки. И с годами это превращается в привычку. И от того, что он моет руки, это становится отражаться на характер этого ребенка. И незнакомые люди вокруг ребенка, когда они видят, они понимают, что этот ребенок, ну, уже, может быть, скажем и ребенок, уже, может быть, росток, но тот факт, что он моет руки, он понимает, насколько важна чистота рук для здоровья. Почему я привожу этот пример? В том, что вот эти вот привычки, привычки одежды, привычки, носит ли человек цицец или нет, надевает ли ты филон или нет. Хотя не обязательно признак, это не обязательно показывает характер человека, но это просто о многом говорит. Вот, допустим, если вы пойдете на свадьбу, вы наверняка рваную одежду не оденете, да? Да. Тот факт, что вы нарядно оденете, когда вы идете на свадьбу, это говорит что-то о вашем характере. Так что, с одной стороны, Лена, вы абсолютно правы, что действительно, что судить человека по одежде или по цвету кожи, или по стрижке волос, это действительно то, что называется prejudiced. И это нечестно этому человеку. С другой стороны, так как человек одевается, так как человек, там, причесывает волосы и так далее, и так далее, это, как говорится, считайте, что это как будто у человека спидометр. И это показывает всему миру, с какой скоростью он едет. И так что, я хочу, к чему это все говорю, что я считаю, что правда где-то посередине. Am I making any sense? Я же не говорю, что мне надо как-то обращать внимание. Но особенно, когда человека не знают, надо начинать не с этого, на самом-то деле. И главное, что еще не только одежда и черта характера и все остальное, но еще и сюркомстанции, которые у человека были в жизни и ситуации, тоже надо узнать и понять. Это о своем порядке, поэтому я говорю, что правда где-то посередине. Да. И поэтому я сказал с самого начала, когда я начал свою речь, что я хочу найти между вами какой-то центр. Я тоже сказал, что где-то должно быть баланс. Моша, я прав или нет? Вы великолепно сказали, Слава, но из того, из всего, что мы сегодня говорили, нигде не сказано, нигде не написано, что надо плохо относиться к людям. Нигде не сказано в теории о том, что надо их отбрасывать и, скажем, исключать их из общества. Нигде не сказано о том, что надо унижать людей. Сказано как раз все наоборот. Но оно не сказано, оно не сказано эксплицит ли. И проблема в том, что может быть... Сказано абсолютно эксплицит ли. Абсолютно, клир ли, эксплицит ли. Обращайся, уважай. Именно в этой вишне, которую мы сегодня читали. Именно в ней это говорится, что трит каждого человека с уважением, именно о том, что не по одежке его встречает. Ну так вот, почему... Именно это и говорится в этой вишне. Почему? Потому что каждый, кто читает эту вишну, начинает над ней работать. Мы все еще работаем. Так вот, нам начинать сначала эту отработку. Лена, что, скажите... Подождите. Я не могу... Я могу найти ответственность за всех остальных людей только после того, как я про себя. Лена, скажите, что я вам плохого сделал? Я не права... Где я к вам плохо... А если не про меня, зачем же вы меня ругаете здесь? Я вас ругаю. Вот видите, вы себе это пердом берете сразу. А мы обсуждаем... Нет, вы говорите про каких-то гипотетических где-то какие-то люди, которые плохо себя ведут. Я согласен, что есть где-то какие-то плохие люди. Я согласен сказать, что есть где-то какие-то люди, которые плохо себя ведут. Я говорю, что надо фокусироваться... Мы можем только на себе. Если мы можем пойти к этим людям и сказать, что вот, мы их друзья, и они нас услышат, то мы можем это сказать. Если они нас не слышат... Это бесполезно. Потому что эти люди не понимают. Это бесполезно. Потому что они уже с другого конца пришли к Торе. Они не понимают. Если да, но задача каждого еврея продолжать учить Тору. И через Тору у нас будет возможность... Не учить надо. Поднять себя. Вот вы сказали, что надо делать. Так вот люди не понимают, что первым надо делать, а что вторым. Понимаете? Понимаете, что более главное, цицис одетый или человек в отношении к другим людям? Вот у них это перепутано. Ну, значит, мы не можем сказать людям, снимите, пожалуйста, цицис. Но! Снимите цицис и делайте это. Мы же такое тоже не можем сказать. Миша, да вы не слышите, о чем я говорю. У людей про юрисис не там. Понимаете? Они считают, что если они соблюдают... Почему? Лена, что вы хотите, чтобы я сейчас сделал? Да я не хочу, чтобы я сделал. Я думаю, более правильно, чем литваки. Лена, так вы уже хасида? Скажите, если оно правильное. Все, you are there. А я вам хочу сказать, что я, между прочим, всегда говорила, самое-самое правильное – это сепарты. Потому что у них, в принципе, хасидик, позиция очень строго. И они не пытаются выйти, они хасидик, и они литваки, и кто? Они знают, что им надо быть людьми, что им надо быть более теплыми, что им надо... Лена, я сто процентов с вами согласен. Я должен сейчас закончить, потому что у меня отбирают компьютер. Мы можем продолжить эту беседу в другой раз. Ребята, всего хорошего. Всем спасибо за внимание и за терпение. Большое спасибо. Тогда вы обратно меня... Вот завтра. Завтра. Подождите, а вы летели или вы ехали? Мы едем. Если аэропорт еще стоять будет. Всего хорошего, будьте здоровы. Меня забирают компьютер. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо.